Изя все. Эстонцы поняли первыми. Ростислав Ищенко на Украина.ру за 9 ноября 2020 года. Так просто, так нагло и массово фальсифицировать. Ну и в качестве вешенки на тортик. Для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев. Джо Байден и Хантер Байден. Коррумпированные типы. Это говорят отец и сын Март Хельми и Мартин Хельми, лидеры, входящие в правящую коалицию Консервативной Народной Партии Эстонии, министры внутренних дел и финансов соответственно. Правда, Март Хельми уже подал в отставку с поста министра внутренних дел, но подчеркнул, что делает это только ради того, чтобы мог состояться согласованный правящий коалиции референдум об определении брака. Консерваторы справедливо рассчитывают, что эстонцы проголосуют за определение брака как союз между мужчиной и женщиной, что сократит возможность пропаганды в этом государстве общечеловеческих европейских ценностей, в кавычках, и идеалов толерантности, приверженцем которых, кстати, являются Байден и поддерживающие его леволиберальные глобалисты. Обращаю внимание, что семейства Хельми отнюдь не являются друзьями России. Март Хельми в 1995 году был назначен послом Эстонии в Москве, одним из самых русофобских президентов Прибалтики Леонартом Мэри. Затем работал заместителем канцлера МИД Эстонии, как публицист известен статьями антироссийской направленности. В 2007 году был активным сторонником сноса бронзового солдата в Таллине. В общем, патентованный эстонский националист, причем достаточно радикальный. И вдруг такие определения. Причем, когда президент Эстонии и ее министр иностранных дел осудили высказывания семейства Хельми, обвинив их в нанесении ущерба интересам страны и национальной безопасности, Март Хельми отметил, что не сказал ничего такого, о чем бы ни писала американская пресса. Еще раз подчеркну, что в отставку он ушел исключительно для того, чтобы был проведен референдум, результат которого должен отдалить Эстонию от байденовских леволиберальных глобалистов. Младший же Хельми пока и вовсе не планирует подавать в отставку с поста министра финансов. Замечу, что американская пресса, конечно, писала все, что сказали Хельми, но она писала и диаметрально противоположные вещи, более того, и 5, и 10, и 50 лет назад в американской прессе можно было найти материалы на любой цвет, вкус и запах. Всегда можно было, извините, всегда важно было, что пишут мейнстримовские издания, именно на это общественное мнение всегда ориентировались американские союзники. Сегодня большая часть американских СМИ явно не на стороне Трампа и пытается провозгласить Байдена избранным президентом, честно победившим на выборах. То есть, большая часть американских СМИ выступает как раз против концепции, изложенной Хельми. Даже Трамп, постоянно говорящий об украденных выборах, не позволяет себе настолько резких выпадов в адрес семейства Байденов и уж тем более в адрес всей американской политической системы. Да, раньше по сугубо финансово-экономическим вопросам США подвергались критике и со стороны Германии, и со стороны Франции. Более того, Париж и Берлин уже пару лет назад констатировали, что Вашингтон больше не является экономическим партнером и военно-политическим союзником Европы, и что ЕС надо искать новую точку опоры. Но дальше этой констатации они не шли. Никто не позволил себе публично поставить под сомнение эффективность американской системы. И тут какая-то Эстония. Причем заявление сделано такими политиками, которых убрать из эфира будет крайне сложно. Их партия скрепляет правящую коалицию. Если она коалицию покинет, то должны будут состояться дострочные парламентские выборы, на которых не факт, что леволиберальные политики, ориентированные на союз с западными глобалистами, смогут собрать достаточных голосов для формирования правящей коалиции. То есть выходки семейства Хельме придется терпеть и дальше. Вот этот лучший показатель того, что случилось в США. Байден еще не провозглашен президентом. Трамп еще борется и теоретически может победить. Суды, которым апеллирует Трамп, еще только начали рассматривать его иски. В Джорджии уже назначен пересчет голосов. Другие спорные штаты на очереди. Байден пытается добиться своего официального, а не в прессе провозглашения избранным президентом, после чего бороться с ним будет очень сложно. Трамп старается не допустить такого провозглашения до полного пересчета голосов. Впрочем, ему для начала надо, чтобы хотя бы в двух штатах, даже хоть в одном, где победил Байден, пересчет показал бы победу Трампа с серьезным отрывом. Это дало бы ему возможность обвинить своих оппонентов не просто в фальсификации, но в попытке незаконного захвата власти, узурпации. Пока стороны ведут позиционную войну, постепенно раскачивая улицу, но не активизируя протесты. Тот, кто в данной ситуации первый попытается применить давление улицы, не будучи официально признанным избранным президентом США, рискует настроить против себя федеральных служащих, центральную бюрократию и силовиков. В условиях раскола страны пополам от позиции федеральной бюрократии зависит многое. Она может перетянуть чашу весов на ту или иную сторону. Федералам же важно, чтобы закон хотя бы формально был соблюден. На доверии населения к власти, к закону основано и их федералов, благополучие, их политическое влияние. Но пока политические силы в США выплясывают сложные фигуры своего марлезонского балета, их союзники постепенно понимают, что противоречия между борющимися группами американской элиты зашли слишком далеко, а спровоцированный ими раскол страны слишком глубок, чтобы его можно было преодолеть, решив спор о президентстве в пользу Трампа или Байдена, республиканцев или демократов, правых консерваторов или левых либералов, традиционалистов или глобалистов. Кто бы не победил в результате текущего противостояния, США останутся расколотой страной. Президент же их будет испытывать недостаток легитимности. Как минимум полстраны будут считать его незаконным. Вопрос только в том, какая половина Америки, байденовская или трамповская, будет чувствовать себя униженной и оскорбленной. Но это вопрос не принципиальный. Принципиальной же является прогрессирующая неспособность США концентрировать силы на ключевых полях международной политики. Практически все свободные ресурсы съедает внутриполитическая борьба. Каждый следующий президент оказывается слабее предыдущего. Как ни странно, эстонцы, имеющие репутацию тугодумов, поняли все это значительно раньше своих коллег по ЕС. Ось глобального противостояния смещается с линии Россия-США или США-Китай на линию левые либералы против правых консерваторов. Этот разлом проходит не между странами, а внутри стран. Эстонские либералы будут поддерживать Байдена, а эстонские консерваторы – Трампа. С учетом того, что французские, итальянские, немецкие, австрийские, даже венгерские традиционалисты давно протоптали дорожку в Москву, твердо стоящую на защите традиционных ценностей. Не исключено, что через некоторое время и восточноевропейские правые окончательно порвутся своими леволиберальными глобалистами, и мы увидим в соседних странах совершенно неожиданной коалиции, настоящую живую политику, а не унылый марш к обрыву под барабан американского посла. Кто бы не победил в войне Трампа и Байдена, Америка уже не будет прежней, и прежнего влияния у нее уже не будет. Да и война эта выборами не завершится. Самое интересное – только начинается. Ростислав Ищенко на ukraine.ru за 9 ноября 2020 года. И за все эстонцы поняли первыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин